В новогодние праздники за общественным порядком в Самарской области в общей сложности следили около двух тысяч силовиков и общественных активистов. Тем не менее, не обошлось без происшествий. Обзор хроники праздничных дней от Анастасии Зубаревой. Новогодние празднования начались с целой серии происшествий. 31 декабря сразу три ложных сообщения о заминировании подняли на ноги все экстренные силовые службы региона. Под ударом телефонных террористов оказались два торговых центра «Мега» около Крутых Ключей, ТЦ в Рощинском, а также международный аэропорт «Курумыч». За время новогодних праздников активнее всего развернулись воры. Из 281 преступления зафиксировано 108 краж. В половине случаев злоумышленники находились в нетрезвом состоянии. Тяжкий вред здоровью нанесли 11 людям. С 1 по 8 января полицейские составили 544 протокола об административных правонарушениях. 44 из них за мелкое хулиганство. Не обошлось и без ДТП. За первые 8 дней января случилось 44 аварии. В них погибли 3 человека. Травмы различной степени тяжести получили 56, в том числе 5 детей. Так, сразу трое отправились в больницу после ДТП 8 января на 80-м километре автодороги Самара-Бугуруслан в Кенель-Черкасском районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Киа Спортаж при повороте на село Федоровка не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Соболь, который шел впереди. А в Ововском районе в этот же день в 6 утра на 24-м километре дороги Самара-Большая Черниговка легковой автомобиль ушел в занос и столкнулся с впереди идущим бензовозом. И хотя автостесерная грузовика была пуста, в ДТП погиб один из пассажиров легковушки. Еще трое получили травмы. За рулем Приоры была 19-летняя девушка. Предположительно, она не справилась с управлением. Кроме того, госавтоинспекция предупреждает. С наступлением зимнего периода времени участились случаи дорожно-транспортных происшествий при катании на надувных подушках-тюбингах. Привязывать трос тюбингов к машине или мотоциклу для катания детей категорически запрещено. Скорость подобных надувных саней достигает 80 км в час. Сидящий в ватрушке человек не касается снега ни руками, ни ногами и на процесс катания никак повлиять не может. При этом статистика дорожных происшествий за праздники этого года на порядок лучше прошлогодних показателей. Так, за зимние и новогодние каникулы 2017-го 9 человек погибли и 103 получили ранения в 64 ДТП. Что касается данных МЧС, с начала года случился 61 пожар. Большинство из них в жилом секторе. Погибли 8 человек, в том числе и один ребенок. Пострадали трое. Еще 97 человек удалось эвакуировать. Эти кадры мы получили от очевидцев. Это 4 января, Самара, улица Гидроузловская. По словам соседей пострадавших, пока пожарные заправлялись водой, огонь успел слишком разгореться. Еще одно происшествие было зафиксировано сводным объектом. И именно на воде тольяттинский полицейский Айдын Камбаров спас ребенка. Четыре подростка отправились кататься на коньках на лед шлюзового канала. Один из них попал коньком под лед. Другие позвали на помощь. Вместе со своим товарищем, полковник местного ЛОП, отправился на спасение ребенка. Вытащить из полыни подростка удалось благодаря 12-метровому удлинителю. Самоотверженный поступок Айдына Камбарова привлек внимание и на федеральном уровне. Спасибо.